В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники личного состава управления полицией, специалисты прокуратуры и отдела образования проводят рейды. В рамках мероприятия были проверены места массового скопления подростков, развлекательные комплексы, магазины и увеселительные заведения. В результате выявлено более 100 правонарушений, из них более 90 фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища после 11 часов ночи. Были выявлены факты нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях, вне жилища, также были установлены факты реализации табачных изделий лицам, недостигшим 21 года, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним и появление в общественных местах состояния опьянения среди несовершеннолетних. Цель оперативно-профилактического мероприятия – борьба с безнадзорностью несовершеннолетних, профилактика преступлений, совершаемых подростками и в отношении них. В случае выявления правонарушений несовершеннолетние, а также их законные представители привлекаются к ответственности. Данное мероприятие проводится в целях пресечения фактов нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток без сопровождения законных представителей. Напоминаем, что в соответствии со статьей 442 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа. Кроме того, сотрудники полиции призывают родителей быть внимательными к детям и проявлять ответственность, особенно во время летних каникул. Также хотелось бы убедительно попросить жителей города семей, гостей города о недопущении фактов среди несовершеннолетних выпадений из окон, нахождение их вне жилища после 23 часов, нахождение несовершеннолетних в увеселительных заведениях после 22 часов. Хотим родителей и законных представителей попросить, чтобы они более внимательно относились к своим несовершеннолетним детям именно в каникулярный период времени. Мероприятие, направленное на защиту прав несовершеннолетних, завершится 29 июня. Стоит отметить, что рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе.